Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему силы сознания, потому что это как раз та тема, которая наиболее актуальна сейчас, и которая действительно, ну скажем так, помогает человеку понять себя. Потому что когда человек знает, кто он, то он понимает, что он может все. То есть он не считает себя там каким-то рабом кого-то и не считает себя там, например, тем, кто может управлять всеми подряд. На самом деле человек это совокупность сознания, ума и тела. В данном случае сознание выступает как то, что наблюдает, то, что создает что-то и рассоздает это. И в данном случае оно не является частью физической вселенной, хотя может, конечно же, проявляться в физической вселенной различными способами. И вы наверняка это видели, когда наблюдали проявления бестелесных существ, то есть то, что мы называем душой, духом. Некоторые называют привидениями, полтергейстом и тому подобное. То есть это все проявления энергетические, которые проявляет сознание в этой игре. А физические проявления – это то, что мы видим в нас в телах, то есть то, что, ну скажем так, можно пощупать, потрогать. То есть и, конечно же, то, что может наблюдать тоже с помощью зрения, слышать, то есть имеют органы чувств. И вот когда мы говорим про себя, мы обычно имеем в виду тело. То есть мы говорим, как мы там выглядим и тому подобное. Но на самом деле это лишь одна из частей нас, которая представляет просто нас в игре. А сознание – это та вещь, которая, ну скажем так, невидима, но она очень обладает огромными способностями. То есть в первую очередь способность создавать что-то. Создание в данном случае я имею в виду как создание каких-то суждений, которые воплощаются в нашей физической вселенной. И вы можете это тоже на себе ощутить, проверить. Вот посмотрите, вот когда вы, например, чего-то сильно хотели, желали, создавали такое суждение, что я это имею, и это происходило в вашей жизни. То есть можете отметить, допустим, несколько таких случаев, которые у вас были, и посмотреть, как это воплощалось в вашей жизни. И второй момент – можно отметить несколько случаев, когда вы хотели, чтобы что-то прекратило существовать, что-то исчезло. И такие случаи тоже, я уверен, вы найдете, когда вы не хотели, чтобы что-то происходило, и это не происходило. Это как раз называется вот таким вот постулированием. То есть когда вы желаете чего-то, и это происходит или не происходит. Такое происходит у людей сплошь и рядом. Просто у каждого своя задержка времени. У кого-то это происходит, может быть, очень быстро, прямо здесь и сейчас. А у кого-то нужны годы для того, чтобы это воплотилось. И просто отметьте это, что это есть. Когда я провожу человеку процессинг счастья, то я открываю в нем вот эту способность, способность делать постулаты и убирать постулаты, когда они больше не нужны. Вот эта способность, она как раз и является базовой способностью для каждого человека. И когда эта способность в человеке открыта, то он является творцом, творцом своей собственной вселенной. То есть он может создавать в ней что-то и рассоздавать, и изменять по своему собственному выбору. То есть он является не каким-то там рабом, ему не нужно слушаться кого-то. Он может сам творить то, что ему нужно, и рассоздавать это. Кстати, очень хорошо я это раскрыл в книге, которая будет в описании «Мир и вечного познания». Вы ее можете скачать по ссылке или найти на просторах интернета. Как раз создание вселенных – это та способность, которая помогает человеку иметь мечты и осуществлять их. Потому что без мечты жизнь становится грустной, такой пресной и по сути ненужной. Человек может даже дойти до того, что ему просто будет не хотеться жить. Это и есть вот это состояние депрессии, то, что сейчас называют, когда не хочется жить, не хочется творить. При этом назначают какие-то таблетки, которые только ухудшают состояние человека. А на самом деле важно восстановить способность к творению и способность управлять собой, то есть управлять сознанием. И вот это животворящее сознание как раз и поможет восстановить остальные части человека. То есть тело и ум. И вот с помощью сознания можно сотворить чудо. Поэтому я, друзья, вас приглашаю искренне в Академию Счастья на процессинг счастья. Вы можете написать мне в личные сообщения или в комментариях под этим видео. Все мои контакты будут в описании. И, конечно же, я предлагаю для начала провести такую первую бесплатную консультацию, чтобы мы могли познакомиться. Вы расскажете о том, как у вас, какое у вас состояние. А я расскажу, как можно его улучшить с помощью процессинга счастья. Так что пишите смело. И, конечно же, ставьте нравится этому видео, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал. Колокольчик для напоминания о том, чтобы не пропускать мои новые видео, которые выходят практически каждый день. И, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями. Я уверен, оно им тоже принесет пользу, понравится и будет во благо. Вам всего доброго и до скорой встречи.